Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, меня зовут Министер Заварь, и это моя передача истории виниловых блинчиков, передача, о которой я рассказываю о пластинках из своей домашней фонотеки. Ну что ж, поехали! В этот раз я хочу открывать вам пластинку известного и потрясающего вокалиста Джо Кокера Найт Коу, пластинка, выпущенная в 1991 году. Интересный и равнообразный альбом, к этому времени Джо Кокер уже сформировался как вокалист, у него уже давно присутствовал его характерный стиль исполнения, и эта пластинка, она как бы в общем-то была выпущена, что интересно, в разных вариантах оформления и разных вариантах наполнения, то есть сам треклист пластинки, он отличался в зависимости от издания. У меня лично европейское издание пластинки с, так скажем, самым небольшим набором композиций из возможных вариантов, но однако все эти композиции довольно-таки яркие, уместные, и я ни капельки не пожалел о своем издании, несмотря на его, так сказать, самый минималистичный набор композиций. Пластинка обладает общим настроением по звуку и при этом разнообразием по мелодике, по стилистическим вещам. Так альбом начинается с очень такой почти хардроковой темы, которая называется Love in Alive, и в общем это такая мощная, очень драйвовая гитарная тема, такая немного жесткая, и при этом задающая такое очень энергетически заряженное состояние. Музыка Композиция Plus No More является самой, наверное, нежной и спокойной композицией во всей пластинке. Она такая, в общем, поскольку пластинка представляет в себе целый спектр эмоций, то Plus No More это, наверное, такое очень лирическое, спокойное состояние, такое миротворённое, в чём-то это слышно и в исполнительском мастерстве Кокера, и в музыкальном сопровождении плавного пианино. И, в общем-то, минимум инструментов, и спокойная, и такая в меру насыщенная звуком музыка. Субтитры создавал DimaTorzok С Джо Кокером я познакомился очень давно, и первая композиция, которую я слышал, конечно, You Can Hear Heron, такая самая известная его тема. Помню, ещё по телеку даже клип показывали на эту крутейшую, известнейшую композицию. И, в общем-то, потом, в будущем у меня появился сборник, сборник The Best of Joe Cocker, который, в общем-то, является официальным сборником. Я, когда первый раз слышал на кассете, я думал, что это какая-то пиратка, потом оказалось, что это действительно официальная подборка была. И очень классный такой сборник, который, мне кажется, даёт очень большое и полное представление о музыкальной личности, о музыкальном таланте этого незабываемого музыканта. И, значит, среди композиций с этого сборника, там была песня, которая как раз называлась Night Calls, Ночные звонки. И я помню, что мне эта песня очень понравилась, она отличалась от других песенок Окера, каким-то таким особенным настроением. Немножко грустно, мимокролично, но при этом он таким очень... В чём-то даже... В чём-то даже... В чём-то даже... Сℓanyak Share Ник-то Немножко Ник-то 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 Так вот, значит, когда я начал собирать свою фанатику пластинок, я, конечно же, листал один сайт по винилу, и наткнувшись на пластинку Кокера, я не мог отказаться от удовольствия приобрести эту пластинку, благо цена там была вообще такая, не особо значительная, и сейчас, по-моему, на эту пластинку можно найти очень приятные цены, в хорошем состоянии, ее можно приобрести, что, кстати, я вам советую, пластинка-то крутая, и за такие деньги так вообще просто космос. В общем-то, я ее купил, потому что зацепился до названия Night Calls, и подумал, что вот как раз там эта песня есть, а значит, и остальные песни будут прекрасны. Я вот так и не прогадал, когда действительно, песни-то все прекрасны с этой пластинки, и одна из самых таких, мне кажется, стилевых песен, это вот Five Women, она прям, прям такая очень крутая, очень такая мужская, очень такая вся, как будто из какого-то, ну, по моему представлению, ты выходишь из своей дорогой тачки в шикарничьем костюме, и вот под это все, значит, играет Five Women, и тут какую-нибудь там шикарную женщину встречаешься, вообще. Такой очень стильный клип рисуется в голове под эту песню. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вам, если вы увлекаетесь хорошей музыкой, опять же, если вы собираете пластинки, найти этот альбом. Я думаю, что вы останетесь в очень хороших, положительных эмоциях вот этой потрясающей пластинки. Там все сыграно, сделано так, чтобы вы поставили максимально расслабились и забыли о каких-то своих делах, о каких-то проблемах, просто получали удовольствие от потрясающего вокала, от его харизматичности, от его профессионализма и от великолепной музыки, которую дает его сопровождающая команда, ну, в плане музыкантов. То есть там все и сыграно, и спето, как надо. То есть какие-то, в общем-то, долгие описания этому не требуется. То есть это просто нужно включить, послушать и расслабиться. Вот, пластинка как раз, она вот именно предполагает такое прослушивание, как по мне. В общем, с вами был мистер Даре, слушайте Джо Кокера, слушайте хорошую, по-настоящему великую музыку, подписывайтесь, ставьте лайки, удачи, добра, позитива, и услышимся! Субтитры подогнал «Симон»!